Качество поставляемых в магазины Павлодарской области социальных овощей будут проверять на этапе отгрузки. Такое поручение дал глава региона после посещения нескольких социальных магазинов. Аблокирскаков убедился в том, что в рамках меморандума с местными производителями в торговой точке не всегда привозят качественный картофель и морковь. Объехать социальный магазин Аким решил после недавнего совещания с аграриями. На этой встрече подсчитали, что за 4 месяца из 36 тысяч тонн удешевленных овощей, заложенных для наполнения внутреннего рынка, в Павлодарской области было реализовано всего 10%. Уже в первой торговой точке в магазине «Провиант» по улице Катаева глава региона выяснил, что могло послужить тому причиной. Не весь картофель и морковь на социальной полке был качественным, а потому многие покупатели предпочитают покупать овощи подороже. Чего больше продается? Гагарина. Почему? Качество лучше. Я не обратил внимание, что она в песке. У людей разные, например, по качеству они хотят. Кто-то хочет дешевле, кто-то хочет дороже. Покупатели разные. Если я, например, отхожусь от этой картошки, у меня половина покупателей просто уйдут. Она просто помытая? Нет. Она по вкусу отличается. Надо разобраться с этим. Почему я беру эту картошку? Почему она хуже? Получается, если подхочить, как-то переводы плохого качества поставлять? Нет, у нас это основной крупный сельхозтовар производительный, а от них берем здесь. Аким Аббаси поручил провести опросы, где покупатели социальных магазинов, чтобы выяснить, почему люди выбирают картофель и морковь на 60-70% дороже, когда в наличии есть те же овощи по 115 тенге за килограмм. Я думаю, что не ликвид, проросшую какую-то слабого качества отправляет. Вот мне, допустим, Павел говорит, супруга взяла, она сладкая, замерзшая картошка. Ну не может же быть так, что ты хочешь переплатить, ну целых 85 тенге хочешь переплатить. 200 тенге и 115, разница же, видишь, ты можешь за это взять, за этот килограмм можешь взять почти 1,8 килограмма. Почему не берут? Были претензии у главы региона и по социальному формовому хлебу, который поставляют в рамках меморандума с мукомолами и хлебопеками. Вес булки хлеба по фиксированной цене в 95 тенге должен составлять 550 граммов. Однако весы в торговой точке показали меньше положенного. Такую же продукцию получают и супермаркеты Пахомовский. Управляющим магазином даже попросило увеличить объемы поставок, так как недорогое продовольствие разбирают очень быстро. К слову, вес формового хлеба соответствовал стандарту, а цена социальной булки оказалась даже ниже установленной в меморандуме. Мы говорим, что цена 95 тенге. Есть даже дешевле. 89 тенге и 552 граммов. Нормально? Сколько уходит булла хлеба в сутки? Сколько примерно хлеба у нас? 200-300. По итогам объезда Балкарисхаков потребовал установить контроль при отгрузке социального картофеля и моркови в магазины. Он напомнил, что местные производители взяли на себя обязательства по поставке качественной продукции и должны их исполнять. Там на отгрузки, вот в их овощохранилищах, поставить нужно будет людей с отделов сельского хозяйства, которые отбирали при отборе, при погрузке смотрели. И здесь приемка. Это первое. Второе, нужно будет опрос провести среди покупателей, прямо вот в этих социальных магазинах. Почему они приобретают картофель подорогой, значит есть вопросы по качеству. Или это сериотип, или еще что-то разобраться. Поэтому я обращаюсь ко всем овощеводам, картофелеводам нашей области. Мы на днях собирались. Вы на себя приняли обязательства о том, что вы будете поставлять качественную продукцию. Она покрывает ваши все расходы, вашу всю себестоимость. Столько расходов мы вкладываем в систему орошения этой государственной программы. Все, что помогает вам. Система полива. И сейчас, когда нужно поставить жителям нашей области социальную продукцию по цене, которая покрывает ваши все расходы, почему-то появляется некачественная продукция. Каждую, вот я призываю к ответу, пусть ответят картофелеводы. С чем это связано? Одно, вы говорили о том, что никаких проблем нет, мы свои обязательства исполняем. Но на деле, пусть пройдутся по магазинам, пусть пройдутся по супермаркетам. Это вся продукция, мы ее не привозим откуда-то из юга. Это наша местная продукция. Акимомбаси предложил аграриям самим посмотреть, какие картофель и морковь отгрыжают с их складов, и убедиться, что претензии населения к их качеству вполне обоснованы. Мурат Балмажит, Иртес Акпарат.